Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Двумя матчами в субботу закроется регулярный чемпионат женской баскетбольной премьер-лиги. Оренбургская надежда уже доиграла этот этап и готовится к плей-офф. Гарантировав четвертое место в таблице, желтобордовые в концовке могли спокойно поотрабатывать схемы и взаимодействия. Что и было сделано во встречах с УГМК и Курским «Динамо». В домашнем январском суперотрезке надежда обыграла подряд обоих лидеров отечественного баскетбола последних лет. Сейчас неплохо выступила на их площадках. В Пышме УГМК сразу традиционно убежал вперед, но к середине матча гости подобрались практически вплотную. Решающее преимущество чемпионки обеспечили лишь в заключительной четвертой четверти, когда заиграли в полную силу – 82-65. Мы очень хорошо сыграли, несмотря на поражение. Наверное, основными факторами поражения составили наши потери, наши же ошибки, с которых команда УГМК убежала, забила много в прорыве. И, естественно, мы проиграли очень по подбору. А вот из Курска надежда привезла победу – вторую из трех встреч в этом сезоне. Почти всю игру команды попеременно лидировали в счете. В начале третьей четверти оренбурженки совершили внушительный рывок 13-1, забив три точных дальних броска подряд. Видимо, думали, что команда Оренбург все сами отдадут. Они играли с развертными руками. Для них эта победа ничего не значит. Понятно, что для нас эта победа очень сильно значила. Где-то были скованы. Но это точно не оправдание. В первую очередь мы не держали удар и теряли концентрацию, когда уже имели преимущество в счете. Стремительно вырвавшись вперед, Надежда настолько же быстро и расстранжирила преимущество. Игра была нервной с массой обоюдных ошибок. К счастью, на последних секундах хладнокровие стало нашим козырем. При равном счете Беверликейли с Томпсон организовали разящую атаку, оставив курянкам на ответ лишь одну секунду. Динамовки успели бросить, но не точно. 77-75 в пользу Надежды. Я думаю, мы сегодня победили благодаря командной игре, командной защите. Все сложилось и результат в нашу пользу. Гладкий розыгрыш Надежда закрыла домашней встречей с московским Динамо. Во встрече с заведомым аутсайдером можно без риска проверять сменщиков. И в этот раз игровое время было предоставлено нечасто попадающим в состав Крыжановской, Афанасенко и Матросовой. Они как минимум не испортили общие картины, а Матросова так вообще отыграла на пятерку, став самой результативной на площадке. Всего за 15 минут 16 очков. Сегодня есть игрок, который получил много времени. Это максимум, наверное, что было у нее за последние игры. Я имею в виду игры с сезона. И я игрой очень доволен. Это Надя Матросова. Поэтому она молодец, выполнила все то, что ей нужно. Установку забила в свое. Значит, это классно. Оренбурженки владели преимуществом с первой до последней минуты. Легко выиграли каждую из четырех четвертей. Даже при том, что у хозяек совершенно не лазились дальние броски. Всего три точных в 19 попытках. Налаженной командной игры хватило для разгромной победы. 76-55. Проиграли щит. Нам пробили 24 штрафных. Они еще плохо бросали. 70% всего. Могло быть еще хуже. Наш соперник по плей-офф определялся в Сыктывкаре во встрече Ники и Енисея. В напряженной качельной игре сильнее все-таки оказались хозяйки. С ними и сыграем в четвертьфинале. Стартовый матч в понедельник в столице Коми. Оренбургские ястребы стали пятыми. Финишировал чемпионат России по слэдж-хоккею. Финальный третий этап розыгрыша проходил в Ханты-Мансийске в рамках комплексных соревнований паралимпийцев «Мместе. Спорт». Восемь команд по итогам двух кругов были разделены на два квартета. Первая четверка разыгрывала медали. Оренбургская команда на экранах в красно-черных свитерах попала в группу, ведущую борьбу за места с пятого по восьмое. В стыковых матчах ястребы оказались сильнее башкирских пиратов. И за место в пятерке встретились со сборной Москвы. Эта серия до трех побед удалась на славу. В стартовой встрече наши уступили с футбольным счетом 0-1. Затем два раза выиграли 4-1 и 2-0. А соперники, взяв четвертую игру, уравняли шансы. Решающий пятый матч получился самым напряженным. Москвичи довольно быстро открыли счет. Оренбуржцы сравнялись во втором периоде. Цена ошибки была слишком высока и соперники концентрировались на обороне. Третий период без голов и овертайм подходил к концу. Оставалась всего одна минута, когда победную шайбу забили наши. В упорной борьбе ястребы завоевали пятое место. В серии за бронзу Удмуртия превзошла Феникс, а чемпионское звание сохранила Югра, обыграв Тульский АКМ. И о футболе. В премьер-лиге завершился двухнедельный перерыв на игры национальных сборных. Игроки возвращаются в свои клубы, в том числе и в Оренбург. Из шестерых уехавших выступали трое – Гюрлюк, Мартынов и Горбани. И все поучаствовали в успешных матчах своих сборных. А Мартынов даже забил победный мяч грекам за белорусскую молодежку. Ну а теперь возобновляется российский чемпионат. В воскресенье Оренбургу предстоит наверняка сложнейшая игра в Воронеже с факелом. На сегодня это все. Будьте здоровы!